Житель села Волочаевка передал в зоосад совенка, который проживал в его доме с мая этого года. Хищную птицу вырастила его 11-летняя внучка. Девочка вместе с приятельницами спасла глаза стола птенца от других птиц. Они, чувствуя перспективную опасность, исходящую от чужака, пытались заклевать вывалившегося из гнезда хищника. Она гуляла, играли с детьми. Увидели сороки летают. А сороки же накинулись. Но они отогнали. Он еще пушистый был совсем. И вот она домой его проволокла. Назвали ее пушистиком. Кормят мяносом. Любит печень хорошую. Дед, понимая, что хищная особь не может содержаться в человеческом доме, уговорил внучку расстаться с пернатым питомцем. Та вроде согласилась, но сельчанин переживает, как ребенок перенесет разлуку с лесным другом. Отдать пушистика решили, пока школьница будет в летнем лагере. Не жалко расставаться? Да по мне, знаете, я всех бы раздал лучше. А до нее это слезы вот такие вот, и рада будут. Она настроилась, что ее отдать надо. А как приедет, что скажешь. Пушистика принял за осад на заимке. Орнитолог определил сразу. Хищник юн и совершенно здоров. Сколько ей? Месяца три-четыре есть. Ну так, на первый взгляд, болезненная? Нет, не болезненная. Здоровая, как удав. Только одной кисти не хватает, что-то я вот не могу понять. Вот одна кисть есть, второй нет. На ушах? Да. В неволе совенок будет жить несколько месяцев, пока окончательно не окрепнет. Затем станет ясно, способен ли он будет выжить в дикой среде. Новичка поселили с тремя такими же совами. В их компании он самый старший. С места происшествия Надежда Томченко, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук. Да, у них хвост.